Ирина Пивоварова Ирина Пивоварова «Весенний дождь» Ну не хотелось мне вчера учить уроки! На улице было такое солнце! Такое теплое желтенькое солнышко! Такие ветки качались за окном! Мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до каждого клейкого зеленого листика! Ох, как будут пахнуть руки! И пальцы слипнутся вместе! Не отдернешь друг от друга! Нет, не хотелось мне учить уроки! Я вышла на улицу! Небо над мной было быстрое! Куда-то спешили по нему облака и ужасно громко чирикали на деревьях воробьи! И на лавочке грелась большая пушистая кошка! И было так хорошо, что весна! Я гуляла во дворе до вечера, а вечером мама с папой ушли в театр, и я, так и не сделав уроков, легла спать. Утро было темное, такое темное, что вставать мне совсем не хотелось. Вот так всегда, если солнышко, я сразу вскакиваю. Я одеваюсь быстро-быстро, и кофе бывает вкусный, и мама не ворчит, и папа шутит. А когда утро такое, как сегодня, я одеваюсь еле-еле, мама меня подгоняет и зрится. А когда я завтракаю, папа делает мне замечание, что я криво сижу за столом. По дороге в школу я вспомнила, что не сделала ни одного урока, и от этого мне стало еще хуже. Не глядя на Люську, я села за парту и вынула учебники. Пошла Вера Евстигнеевна. Урок начался. Сейчас меня вызовут... Синицына к доске! Я вздрогнула. Чего мне идти к доске? Я не выучила, сказала я. Вера Евстигнеевна удивилась и поставила мне двойку. Ну почему? Мне так плохо живется на свете. Лучше я возьму и умру. Тогда Вера Евстигнеевна пожалеет, что поставила мне двойку. А мама с папой будут плакать и всем говорить. Ах, зачем мы сами ушли в театр, а ее оставили совсем одну? Вдруг меня в спину толкнули. Я обернулась. Мне в руку сунули записку. Я развернула узкую длинную бумажную ленточку и прочла. Люся, не отчаивайся. Двойка это пустяки? Двойку ты исправишь. Я тебе помогу. Давай с тобой дружить. Только это тайно. Никому ни слова. Я лук-вок-ю. Меня сразу как будто что-то теплое налили. Я так обрадовалась, что даже засмеялась. Люська посмотрела на меня, потом на записку и гордо отвернулась. Неужели это мне кто-то написал? А может, эта записка не мне? Может, она Люське. Но на обратной стороне стояла Люся Синицыной. Какая замечательная записка. Я в жизни таких замечательных записок не получала. Ну, конечно. Двойка это пустяки. О чем разговор? Двойку я запросто исправлю. Я еще раз двадцать перечисла. Давай с тобой дружить. Ну, конечно. Давай дружить. Давай с тобой дружить. Пожалуйста. Очень рада. Я ужасно люблю, когда со мной хотят дружить. Но кто же это пишет? Какой-то я лук-вок-ыл. Непонятное слово. Интересно, что оно обозначает? И почему этот я лук-вок-ыл хочет со мной дружить? Может быть, я все-таки красивая? Я посмотрелась в парту. Ничего красивого не было. Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая. А что, я плохая, что ли? Конечно, хорошая. Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет. На радостях я толкнула локтем Люську. Люсь, а со мной один человек дружить хочет? Кто? Сразу спросила Люська. Я не знаю. Тут как-то непонятно написано. Покажи, я разберу. Честное слово никому не скажешь. Честное слово. Люська прочла записку и скривила губы. Какой-то дурак написал. Не мог свое настоящее имя сказать. А может, он стесняется. Я оглядела весь класс. Кто же мог написать записку? Но кто? Хорошо бы, Коля Лыков. Он у нас в классе самый умный. Все хотят с ним дружить. Но ведь у меня столько троек. Нет, вряд ли он. А может, это Юрка Селиверстов написал? Да нет. Мы с ним и так давно дружим. Стал бы он ни с того, ни с сего мне записку посылать. На перемене я вышла в коридор. Я встала у окна и стала ждать. Хорошо бы этот Ялококыл прямо сейчас же со мной подружился. Из класса вышел Павлик Иванов. И сразу он направился ко мне. Так, значит, это Павлик написал? Только этого еще не хватало. Павлик подбежал ко мне и сказал. Синицына, дай десять копеек.